Hi, my friends. We continue our playlist. Let's talk about inversion. Давайте говорим, друзья мои, об инверсии. Она служит для усиления. Например, я хочу сказать. Я действительно понимаю это. Мы можем сказать I really understand it. А можно заменить really на do и сказать I do understand it. Я действительно понимаю это. То есть, видите, do плюс глагол. Задачиваю вас время present simple do или does plus verb. Например, я действительно осознаю это. I do realize it. I do realize it. Я действительно думаю так. I do think so. I do think so. Я действительно осознаю, насколько это важно. Я действительно осознаю. I do realize, насколько это важно. How important it is. I do realize how important it is. Например, она действительно считает это неважным. Она действительно считает это, consider it неважным. Unimportant. She does consider it unimportant. Он действительно склонен думать так. Он действительно склонен. He does tend. Думай так. To think so. Очень частная версия do или does. Но также это может быть в прошедшем времени. Если в прошедшем времени, то мы really заменяем на did. Ну, например, я действительно понял этот урок. Я действительно понял этот урок, наконец. I did understand. I did understand this lesson. Он действительно завалил свой финальный экзамен. Он действительно завалил. He did fail his final exam. He did fail his final exam. То есть, очень часто. В первую очередь, обратите внимание на эти конструкции. Do, does и did, когда заменяется на really. Далее, также может быть использовано и с never. Или никогда ранее. Это never before. Никогда ранее. Например, никогда ранее я не встречал такого щедрого человека. Никогда ранее. Never before. Я не встречал. Видите, тогда уже выносится вспомогательный глагол вперед. Получается, have I met such a generous person. Never before have I met such a generous person. Далее, никогда ранее. Никогда ранее я не слышал такого ясного объяснения. Никогда ранее я не слышал. Never before. То есть, never это никогда, never before для усилия. Никогда ранее я не слышал. Have I heard такого ясного объяснения. Such a clear объяснение. Объяснение, explanation. Never before have I heard such a clear explanation. Далее, друзья мои. Итак, давайте повторим. Do, does, plus verb. I do understand it. I do realize it. I do think so. I do realize how important it is. She does consider it unimportant. He does tend to think so. I did understand this lesson at last. He did fail his final exam. Never before have I met such a generous person. Never before have I heard such a clear explanation. Далее. Также, в принципе, можно встретить инверсию с такими словами, как редко, really. И в инверсии просто используется, на самом деле, обратный порядок слов. Редко он думает об этом. Really? Does he think about it? Really, does he think about it? Редко он помогал им финансово. Really? Он помогал им. Did he help them financially? Ну, видите, если обычное время, present, simple, past, simple, с глаголом to do или does, или did, выносится вперед. Если же это форма to be, то форма to be выносится вперед. Например, редко он так устает. Really is he so tight? Значит, редко он был так истощен. Really was he so exhausted? Видите, то есть, выносится вспомогательный глагол вперед. Вот, как здесь видите, наверное, с формы to be, если нету, время, видите, present, past, simple, to do или does, или did. То есть, обратите на это тоже внимание. Далее, помимо really, даже little, мало. Например, мало он делает. Либо мало он понимает. Little does he understand. Либо мало он учится. Little does he study. Также есть более формальные конструкции. Ни при каких обстоятельствах. Under no. Как будет обстоятельство? Давайте попробуем написать это слово без ошибок. Circumstances. Во все время слово не могут выговорить. Circumstances. Under no circumstances. Тебе следует, соответственно, подписывать этот контракт. Тебе следует. Значит, тебе следует. You should. А так мы выносим вспомогательный глагол вперед. Получается, should you подписать этот контракт. Sign this contract. Under no circumstances. Should you sign this contract. То есть, не при каких обстоятельствах. Circumstances – это обстоятельства. Далее, не при каких условиях. Или не при каком условии. Это вот есть такое выражение. On no condition. On no condition. Мы с вами знаем, condition – это условие. Или также еще встречается on no account. Им следует распространять эту информацию. Им следует. Should they распространять. Spread this information. Или, например, вот на самом деле, дальше скажем, с under no circumstances, чтобы выгореть, отработать. Ни при каких обстоятельствах тебе следует принимать эти меры. Очень часто именно вот should используют эти конструкции. Значит, или давайте еще потребуем еще одну конструкцию здесь сразу же. Никаким образом. Вот никоим образом это in no way. In no way, скажем. Тебе следует. Should you. Принимать эти меры. Take these measures. In no way. Should you. Take these measures. И также еще часто с конструкцией, как только позже. Only later. Only later. Значит, только позже я осознал, значит, важность того события. Только позже я осознал. Видите, мы говорили, что если present simple или past simple, выносим вспомогательный goal, does, do или did. Only later did I realize важность, the importance того события, of that event. Only later did I realize the importance of that event. Rarely does he think about it. Rarely did he have them financially. Rarely is he so tight. Rarely was he so exhausted. Little does he study. Under no circumstances, should you sign this contract. On no condition, or on no account, should they spread this information. In no way should you take these measures. Only later did I realize the importance of that event. Далее. Очень часто встречается такая конструкция. Not only, but also. Not only, but also. Значит, давайте подумаем о каких-то примерах здесь. Например, не только это плохо, но это совершенно недопустимо. Вот так скажем. Не только это плохо. Not only. Видите, мы сказали it is bad, а так меняем местами. Говорим is it bad? Но это совершенно недопустимо. Но это также совершенно недопустимо. But it's also totally, недопустимо, unacceptable. Unacceptable. Значит, недопустимо, unacceptable. Totally unacceptable – это совершенно недопустимо. Это такая просто устойчивая фраза в английском языке. But it's also totally unacceptable. Видите, not only is it bad, but it's also totally unacceptable. Или, например, не только это очень полезно, но это также бесплатно. Не только это очень полезно. Not only is it very useful. Но это также бесплатно. But it's also free. И вот видите, здесь, в принципе, легко с формы to be. Сложнее, когда нет формы to be. Такой пример я вам даю. Например, не только они поддерживают нас, но они также помогают нам финансово. Вот подумайте. Не только. Not only. Если просто они поддерживают нас. They support us. Но мы с вами говорили, что в таких предложениях, видите, когда, видите, нет формы to be, то мы вперед выносим. Или do, или does, или did. Здесь, видите, в настоящее время, да и поэтому do. Not only do they support us. Но они также помогают нам финансово. But they also help us financially. Давайте сами еще одно предложение построим. Это очень важная конструкция. Не только мы улучшаем свой английский. Но мы также прекрасно проводим время. Не только мы улучшаем свой английский. Not only do we improve our English. Например, здесь, here. Но мы также. Прекрасно проводим время. Have a great time. Вместе. Have a great time together. Not only do we improve our English here. But we also have a great time together. Вот это очень важная конструкция. Вот я как раз специально уделил вам больше внимания на нее. Hi, my friends. Let's continue. Давайте продолжать. Сегодня очень насыщенный день. Много звонков. Итак, смотрите. Not only, but also. Обратите внимание на эту конструкцию. Видите? То есть, на самом деле, вот эти, опять же, конструкции, их очень просто искать. Там I do, I did. Здесь нужно думать. И самый диспроблемный момент – это вот как раз форму to be вынести вперед правильно. И вот особенно, когда ее нет. Обратите на это внимание. И также, друзья мои, значит, еще есть такие конструкции «как только как». Например, «как только я, соответственно, вышел из дома, она мне позвонила». Эта конструкция называется «hardly had». Первая конструкция «hardly had» – «she». Нет, «как только я вышел из дома», «hardly had», «I left home», «как она мне позвонила». «When she called me». Вот так. Видите, здесь смысл в том «hardly had» – третья форма. Или далее, обязательно «when». «Она позвонила мне». Или можно также использовать конструкцию «no sooner». Это второй вариант. Тоже «как только я». «No sooner» – «had». «Как только я вышел из дома», «I left home», «как она». Но здесь уже, видите, не «when», а «then», «she called me». Вот так, как конструкция. Видите, здесь идет, другими словами, «предпрошедшее время». Например, «как только я увидел ее», «hardly had», «hardly had», «I seen her», «как я» «улыбнулся». «When», или «как она улыбнулась мне», «when», «she smiled at me». Или, например, «как только она увидела меня», «она улыбнулась мне». «Hardly had», «she», «seen me», «when», «she smiled at me». И вот конструкция с «no sooner», «no sooner», «no sooner had», «she». Далее «seen me», «then», «then she», «smiled at me». То есть, видите, здесь у нас «past perfect», а там просто, соответственно, у вас идет «past simple». На самом деле, мы еще в школе проходили эти конструкции, но более серьезно, и с инверсией я уже сам разобрался потом. Но эти конструкции, да, у нас были. Итак, давайте посмотрим еще раз. «Hardly had», «I left home», «when», «she called me». «No sooner», «had», «I left home», «than», «she called me». «Hardly had», «she seen me», «when», «she smiled at me». «No sooner», «had», «she seen me», «than», «she smiled at me». My friends, thank you. We continue this very important playlist.